Больше года в маршрутных такси нашего города работает автоматизированная система оплаты проезда. Это подтверждает наклейка, сообщающая пассажирам о том, что проезд можно оплатить с помощью проездного, банковской карты или вашего смартфона. Но в последнее время пассажиры сталкиваются с тем, что маршрутчики не принимают карты или утверждают, что терминал не работает. Во всех ли маршрутных такси нашего города должен стоять терминал без наличной оплаты? И почему некоторые водители не рады нововведениям? Что касается муниципального транспорта, то на сегодняшний день во всех транспортных средствах такие терминалы стоят. А что касается коммерческих перевозчиков, то подключение к этой системе происходит на добровольной основе. И терминалы стоят только в тех маршрутных такси, которые изъявили желание подключиться к этой системе и работать. По словам начальника отдела, в случае, если маршрутное такси подключено к системе безналичной оплаты, а терминал по каким-либо причинам отсутствует или не работает, то пассажир имеет право проехать бесплатно. Чтобы сообщить о проблеме, связанной с терминалами, пассажир может обратиться к оператору, автоматизированной системой оплаты проезда или в управление транспортом администрации города. Мы решили спросить у водителей, довольны ли они системой безналичной оплаты. Ну зачем мне посредники между мной и пассажиром? У нас система эта отработана? Нет, не отработана. Стоимость проезда билета 23 рубля, правильно? По этой карте выходит 19 рублей. Я уже теряю 4 рубля. Кто мне это компенсирует? Водители утверждают, что карта привязана не к ним, а к перевозчику. И предполагают, что процент забирает организация УМКО. Мы не сможем вам раскрыть эту информацию. Маршрутчики просто жалуются про то, что им с этих денег якобы приходит меньше. Это уже работа маршрутчика водителя, точнее, с его хозяином, который владеет маршрутом. То есть это вопрос к перевозчику? Да, это больше вопрос к перевозчику. Получается, что некоторые водители намерены не использовать терминал, чтобы избежать выплат посредникам. Что же насчет системы безналичной оплаты думают пассажиры? Не во всех маршрутках я сталкивалась, что работает пластиковая карта. Если работает, удобнее, чем копейки рассыпать. Я плачу наличными. А почему не карта? Я не соображу в этой карте. Я бы, конечно, не пользовалась картой. Потом в банковскую карту можно вникнуть запросто, на мой взгляд, сейчас в современных условиях. Вот этого я немножко боюсь. То есть не доверяете покупать? Да, абсолютно. Выходит, что водители маршрутных такси недовольны тем, что между ними и пассажирами есть посредники. А многим пассажирам нововведение ни к чему. К примеру, нет смысла покупать проездной, если на необходимом вам маршруте нет терминалов. А люди старой закалки и вовсе боятся новых технологий. Решением этой проблемы может стать введение во всех маршрутных такси системы безналичной оплаты. Но в таком случае муниципальный транспорт, по словам водителей маршрутных такси, будет значительно проигрывать более комфортабельному коммерческому аномалистого игр глота в телекомпании «Город».